связка связка ее основная задача это сдерживать суставы никакой динамической работы связка не выполняет ежняя задача это сдерживать суставы это мешок который держит сустав чтобы он не разъехался никуда многие думают о связку качает он не качается связка она укрепляется не качается и укрепляется годами очень долго связка это самый растяжимый элемент в организме но не считая кожи то есть она имеет возможность очень сильного растяжения она растягивается до определенного момента после этого начинает при напряжении получать травму надрыв иногда разрыв и зачем еще получается надрывы вот этих микротравмы это из-за чрезмерной нагрузки то есть связка перегружена где-то микротравма получила идет воспалительный процесс при воспалительном процессе вообще заниматься нельзя вот вы представьте да вы у вас температура 38 градусов вот там насморк горло опухло ты придешь или вы придете на тренировку будете ли вы заниматься в этот момент сжать 150 приседать там набить стащить у тебя блин там чуть ли голова не отключается плохо тебе ни в коем случае это тоже тот же самый вариант только идет локальное воспаление локальное воспаление связки и многие не понимают это из-за этого я говорю в первую очередь надо чувствовать надо чувствовать свой организм никто кроме вас не не скажет устал я не устал то есть есть тренера который будет давай еще давай еще надо говорить я устал у меня болит надо общаться все-таки общение с тренером если ты не понимаешь полностью всех аспектов подготовки не знаешь как заниматься надо говорить тренинг потому что тренер может сделать плохо может делал хорошо но плохо он сделать не из-за того что он хотел плохо сделать а из-за того что вы не сказали ему что вы себя плохо чувствуете что у вас где-то болит многие ребята я и с девчонками занимается у меня в основном у меня всего я одного пацана подготовил чемпиону мира а по девчонка вот у меня пять чемпионов девчонки они более такие разговорчивые скажу они подходят они говорят что мне сегодня плохо у меня сегодня здесь болит а пацан с пацанами тяжелее работать потому что они считают что стыдно подойти тренеру и сказать что у него где-то что-то болит и он не может выполнять ту или иную на работу нагрузку на самом деле это очень большая ошибка и надо сразу когда ребята приходят когда ты принимаешь их на тренировку объяснять что надо общаться я не могу понять как тебя восстанавливается что у тебя болит если ты мне сам не скажешь